Всем доброе утро, дорогие друзья! Как у вас настроение? Как у вас дела? У нас хорошо, мы позавтракали. Теперь я собираюсь на йогу, а потом пойду на работу. Меня тут приготовила себе тормозок на обед. Там котлета, гречка, салатик, колбаска, бутербродик. Покажу потом в обед. А, потом я хочу взять вот эти печеньки на обед. Это вьетнамские печеньки, рисовые. И вот такой, значит, чай, чёрный чай, который я привезла с Хайнани. Давайте откроем, посмотрим. Завтра уже обеда, а никак не хочу себе ехать. Наверное, сегодня опять не будем заниматься на мансарде. с этой погодой. Сейчас непонятно. Как уже, знаете, первые люди. В общем-то, 20 штук. Вот такой чай. Прям блогеры хвалили, хвалили. Вот такой чай с молочком, с кокосовым. Чёрный чай с кокосовым молочком. Сейчас попробуем. То есть не сейчас, а я возьму на обед. На работу попробуем. Вот так вот выглядит. Коконук Блэк Ти Повдор. Повдор. Думаю, что это очень вкусно. Как и кофе у них тоже. Вкусно. Вытащила куриные бёдрышки. Хочу, чтобы муж сварил картошечку. Ну, с бёдрышками. Жидкую картошечку сделала с бёдрышками. Так, ну, и тут гречка у меня ещё. Так что на ужин. Вот у нас будут картошки. Картошка с бёдрышками и гречка. А я собираюсь на йогу. Всё у меня уже всё убрано. Всё чистенько. Вот. Так. Насюшка тут сидит. У него уже тут заживает всё. Вот. Вот видите, у него даже есть паспорт. Международный ветеринарный паспорт. Вот это там пишут, что якобы я эконому, да там деньги. Не хочу тратить на него. Так я уже столько денег истратила, если бы знали, сколько я водила в ветеринару. Тут все прививочки у меня. Вот тут даже записано. Смотрите. Имя. Здесь, кстати, надо фотографии приклеить. Вот. Имя Марсель. Его зовут. Британский Веслоохий. Правда, он не британский, а шотландский. И даже дата рождения есть. 21 декабря 2021 года. Да, Папсюш? Вот твой ветеринарный паспорт. Вот такой. Так, здесь вот печать. Ага. Когда выдали этот паспорт. Ну, вообще-то, если ехать за границей, то надо его чипировать. Чипировать неохота. Ну, вот здесь вот прививочки у него. Вот, 22-й год. Какой-то. Но бивак. Но бивак. Я не знаю, это что за прививка. Надо загуглить, посмотреть. И вот, 24-й год. Вот, смотрите. Вакцину ставили ему. Вагдерм. Но это, по-моему, от Лишая. От Лишая. Там, от аллергии. Да? И вот в марте 24-го года я была еще. Вот. Вот видите? Так что вот у него есть паспорт. Он у нас неудочный котик. Это домашний котик. Да, Марсюша? Породистый котик. Ну, конечно, если бы был уличный, наверное, меньше бы болел. У уличных иммунитет более такой крепкий, да? А он у нас породистый, скрещенный. Чей мой шляп. Мне кажется, иногда, что он скрещен с этим сурикат. Он сурикатов показывает, да? Они тоже вот так любят становиться на задние лапки и любят, допустим, залезать под одеяло, прям носом так тыкаться под одеяло, там, в одежду, в кармашки. Точно так же с сурикатой делает. Да, Марсюша? Может, тебе скрестили сусликом? Марсенький. А, еще я, знаете, хочу показать здесь вот. Вот, вот, мое долларовое дерево, да? Я как-то взяла вот так, отрезала веточку и посадила в воду. Ждала, когда она пустит корешок. Она, правда, почти не пустила. Очень долго пускала. Ну, в результате пустила там совсем маленький корешок. Я его, в общем, посадила в горшочек. Он у меня сдох. А теперь, вот, смотрите, там остался вот этот, как картошка, клубень, и он у меня вот так вот растет. Видите, вот. Так что вот так новенькое долларовое дерево у меня растет. Вот эти цветочки уже оцветают. Алоя лечебная здесь. Орхидея уже оцвела. Орхидея вообще не свела. Вот я в центре долголетия. Там у нас, в нашем зале, где мы занимаемся йогой. Поставили маты такие красивые. Покажу вам. Вот у нас вот такие маты вот постелили. Видите? Красота такая. Классно. Не то, да? Рука чуть-чуть. Да, рука, господи. Руку-то я можно укоротить, укоротить могу. А зоню можно. Сейчас так модно, да? Угу. Шесть тысячи стоят? Ага. Вот такие вещи у Алии. А? На улице стоит еще одиннадцать тысяч. А, цвет какой? Там тоже вот так. Тоже вот такой, но люкс-кальца. Цена такая же? Нет. А, дороже? Дороже, да. Ну-ка, покажи. А ты рядом? Да. А я здесь, ёшка. Ага. А, это блеска. Ага. Сейчас померю. Нет, оно-то небольшое. Что-то какое-то зеркало у тебя полнит. Я полнит. А что ты поменяй зеркало? Так, сижу на работе. Сейчас женщина привезла реставрацию. Ёпку надо ушить по бокам. А здесь вот, видите, карпаны. Придется это все порвать. Да. Ну, в общем, такая работа стоит четыре тысячи. А тут пояс не надо порвать, только бока. Бока Данина. Все. Сейчас пообедала. Теперь работаю. Надо порвать. Самое главное в нашей работе это порог, конечно. В реставрации это распорвать. А остальное распорвать, наметать, приложить. Просрочить это не очень. Получила заказ в Аладерис. Сейчас вот такие пакетики дают бесплатные. Раньше были платные. Сейчас вот бесплатные. Очень приятно даже. Так, назад надо. Корм получила кошачий. Такой тяжелый, три килограмма. Моему котеньке. Угу. Все, поехали. Теперь домой. Делаю вид, что работаю. Одна реставрация жила. Ну, реставрация довольно-таки большая. На шесть тысяч. Все. Ой. Поехали. Сегодня сидеть дома. А то дома сидеть скука скучная. Хоть как-то развеиваюсь, да? Вот этот проплан нормальный корм, чем роял канин. От роял канина у него аллергия. Именно от курицы. А этот я вот беру. Кролик. Вон, сотка упала. Три килограмма. Там лосось содержит. Правда, курица там куриная грудка написана. Ой. У него, наверное, скорее всего, аллергия. А то там мне делали прививку. То есть не мне делали. Котейки там уколы. Делали прививки. От этого лишая. Если бы у него был лишай, черт его знает. А может, и лишай был. Я не знаю. Они сами не знают. Ничего. Ну, кто же все заразились бы, наверное. Скорее всего, это у него аллергия. Я так думаю. Он же у нас породистый. Что попало, не кушает. Вот я такой корм получила на Валберес. Так, сейчас открою. Пурина Проплан. Так, для стерилизованных. Поддерживает здоровье почек. Тут 3 килограмма. Я ему беру. Тут всегда такой вот с кроликом. Ну, правда, там и курица содержится. Оказывается. Но я уже взяла. В следующий раз другой закажу. Надо там конкретно читать. И на озоне, в общем, вот такие у меня формочки для куличей. И здесь рецепт. Смотрите, для куличей есть. Вот сколько штук. Так, 4 большие и, по-моему, 2 маленькие, да? Нет, тут оказывается 5 больших и 5 маленьких. Немножко, правда, тонковато ли, но нормально. Так, что тут муж сварил? Борщ, кашку, кашка. А, это гречка, которую я делала. Здесь он борщ сварил. Здесь мясо, наверное, да. Бедрышки. Куриные бедрышки. Все. Волосы себе. Испортила себе волосы. Сначала они у меня были, знаете, какие? Прям оранжевые, оранжевые. Сама решила покрасить. Потом давай срочно-срочно затонировала. Все равно что-то получилось. Вот видите? Немножко не то, да? Совсем-совсем какие-то стали рыжие. Рыжие. А вот здесь черные. Ну, так вот сама. Подкрасила голову. Сегодня отдыхаю, поэтому что-то сделала со своей головой. Невообразимое такое. Так вот покрасилась. Парк Победы. Вот Марсюшка у нас сидит. Ну, Марсюшка. Пусть подышит свежим воздухом. А то сидит и сидит целыми днями дома. Да, Марсюша? Пусть Марсюша подышит свежим воздухом. Это у нас Парк Победы. Сейчас самое время такое гулять. Не так жарко и не холодно уже. А здесь у нас Марсюша сидит. Смотрит на травку. Да, Марсюшка? Вот здесь у нас вот вечный огонь. Бавржан Мамыш Вулы. Валера там идет впереди. Смотри, Сюшей. Т-72 танк. Валера все знает. Еще жары нету, так что гуляем. Хорошо у нас парк недалеко. В пешей доступности. Блин, вот этот лист хреновый, блин. Тут он на прокат можно взять. Такие. Куда пошел? Мелосипы. А, мороженое. Рожок, стаканечный. Рожок, 2-1-350. Лимонатова. Вот эти маленькие, да? Это факель. 300, да? 2 дайте. По 302, да? Там два вида можете смешать. Валера, куда ты какой-то хочешь. Ну вот, дайте вот это белое и сливочное. Шоколад и сливочное? Да, да, да. Смешать. Да, и второй точно так же. Какое мороженое мы взяли. Факел называется. 300 тенгец. Что, хочешь залезть в свой домик, да? В свой домик еще хочешь? Прячешься за папкой. Да, Марсюша? Прячешься за папкой, да? Пошел в свой домик. Ну ладно, сиди в свой домик. Все, залез в домик. Вот здесь вот там ресторан. И подожди хоть азон. Мальчики здесь рыбаки. Рыбшка, рыбешку, ты покажешь? Нет рыбешки. Сейчас голова. Ой, а что это такое, Валера? А? Голубка, чай, чай. В одном месте два раза. Это, Маринка, большая. Маринка. Ну, поймай меня. Не поймал же. Пойдем дальше туда. Смотрите, лебедь. И маленькие лебедята. Ну, с выводком. Ковыркается. Показывается. А, она кормит, ловит рыбку, наверное. И кормит своих детенышей. А, вон это папа, наверное, их. Вот так она. Ловит рыбку. А, поймала рыбку. Или что она там поймала? Водоросль. Угу. Голубок. Голубь за голубком. За голубкой. Валер, смотри. Марсика, покажи Марсику. Голубков. Покажи голубков. Он боится, дурачок. Травку сейчас скинули. Откушай-то не травку. Маленькие лебедятки. Народились. Сколько их много? Сколько шесть. Травки. Угу. Продолжение следует... А вот лебедь приплыл, папа, папа висел. Укупается. Такой каровозик, можно покататься. И собака тут рядом сопровождает. Два человека сидят. А нет, три. Два малыша и мужчина. Собакевич бежит за ним. Уже работают карусели, самолётики. Классно. Зайчона, трусишка. Хочешь свой домик, да, опять? Зайчик. Наконец-то. Хочешь свой домик залезть? Проникай этому потихонечку. Вот как надо было. Да. Ну и это надо было. Всё, вот так прогулялись хорошо. Всё, пойдём домой. Всё, пойдём домой. Всё, пойдём домой. Всё, пойдём домой. ПОДПИСМЕНТ آپ сюда Juan. всё.." Продолжение следует...